Добрый день, дорогие друзья, с вами студия новая планетарное телевидение Мария Карпинская. Сегодня я снова вышла на встречу, очень многое пересмотрелась в жизни. Знаете, и вот, наверное, будет такой цикл передач в будущем, который будет называться «Вспомнить всё». И будет ещё один цикл передач, который будет как второе дыхание. Потому что на самом деле надо осмыслить и понять, что же произошло с нами, со всеми, с нашей страной, с нашим государством. Каждый человек должен проснуться. Потому что когда в 1989 году или в 1991 распалось наше государство СССР, все люди как бы разбрелись, кто куда, и каждый стал жить своей жизнью. И кто-то использовал определённые возможности свои для того, чтобы создать своё маленькое государство. Каждый человек стал почти государством. Всё распалось. Когда-то я говорила об атомизации людей, о том, что это как радиоактивный распад. И вот это принесло очень много боли, хаоса, унижений, обманов. Много чего плохого. Неправильные жизни. Отмены каких-то моральных принципов. Многое изменилось не в лучшую сторону, и вы это знаете. Ну, допустим, я скрывать не буду, что я веду эти передачи, но я пережила за эту жизнь, за время этого распада. Будучи там ещё тогда президентом Международной благотворительной организации «Школа звёзд для одарённых детей», я перенесла очень много боли, да, пропустила. И вот эту боль, очень многие вещи я в себе закрыла. Вот как, знаете, в комнате, да, если очень больно, то сознание так устроено, оно хочет всё забыть, оно хочет замуровать стену. И вот такая комната, в которой много комнат, в которой скрывается много-много боли. И когда приходит кто-то и начинает расковыривать эту стену, оттуда выходит вот эта боль. Это то, что сейчас на самом деле происходит со мной и будет происходить с очень многими людьми. С очень многими. Потому что всё равно, как в Индии говорят, круг сансары вращается, и сейчас снова будет подниматься всё вверх. И людям нужно, чтобы перейти на новый уровень, и чтобы продолжать жить как-то по-новому, нужно выпустить из себя вот эту боль. Боли у всех достаточно. Я вот с кем не разговариваю, можно просто с ума сойти. Чего уж там моя боль, если столько чужой боли. Всех обманули. Вот разговаривала ещё там с одной женщиной. Там кого-то просто на доме обманули. Там подсунули что-то одно, взяли другие деньги. То есть столько появилось сорняков на огороде нашей России, что все друг друга, честных, наивных, добрых людей всех обманули. И у всех в сердце живёт жуткая боль. И вот эту боль, её надо выпустить. Понимаете? Её надо как бы эту комнату открыть. И поэтому надо вспомнить всё. Вспомнить. Потому что те, кто вот допустим у меня на ютубе пишут всякие там гадости и всё, то это как раз, знаете, вот, ну вы выйдете на огород, вон на дачу и посмотрите, что происходит с культурными растениями, которые дают плоды, если начинают процветать сорняки. Они отбирают у них соки, они душат. Всё то же самое и в этой жизни. И благодаря тому, что, не благодаря, да, государство распалось, началось вот это безобразие. И вот эти сорняки фактически задушили все культурные растения. А культурные растения или люди, культурные, они ведь так устроены, что вот я там разговариваю, они говорят, ну вот, наверное, сама виноватая, сама была наивная, вот, сама лоханулась, сама была вот такой, может, это вот Господь так послал такие испытания. Вот, и вот это сквозит везде боли, и разговаривает, просто я разговариваю, боль с болью разговаривает. Это очень трудно, это очень тяжело. Этой боли очень много, но, знаете, есть такая тоже, есть две разных боли. Есть уже боль, когда припекло, когда, говорят, припекло человека, потому что он совершил ряд действий против других людей во имя своего собственного эго. И его тоже, так скажем, посадили в лужу, и с ним тоже случилось обрушение. Это одна боль. Это боль такой черной дыры. А другая боль, когда человек верил, искренне верил во все, вот как я, допустим, как многие люди, и у него вот отобрали все, да. Ну вот отец мой говорил, что действительно, когда я спрашивала его об апокалипсисе, он говорил, что апокалипсис начнется тогда, кто... Он и так говорил, что семеро с сошкой, один с ложкой. То есть, извиняюсь, один с сошкой, семеро с ложкой. И апокалипсис начнется тогда, когда те, у кого ложки, отберут сошку у того, кто пашет. И вот тогда получается уже просто полный ужас. И тогда уже страны нет. Государство, как корневая система, исчезает. Вы же понимаете, что чем мощнее корень государства, вот как корень, да, дерева любого, тем оно дольше стоит, больше, выше поднимается. А если корневой системы нет, все люди становятся травой, которую можно косить. Вот поэтому я чувствую и понимаю боль многих. Хотя люди ее... Знаете, удивительное существо, человек. Удивительное. Вот я же говорю из-за разговоров прекрасных людей, простых людей, которые меня понимают и которых обманули. Я разговариваю с ними. Вот и пишу им, разговариваю. И что я обнаруживаю? Они, так же, как и я, мы все обладаем способностью маленьких творцов, и мы все можем сами, это понятно. И когда нас настигает боль, мы подарили им время, они причинили нам боль. Так вот, вот эту боль мы, если она очень сильная, наше сознание закрывает в отдельную комнату и замуровывает. И боли нет, и человек продолжает жить и действовать. Но это уже не те действия и не та жизнь. Понимаете? Все равно ничего получаться не будет так, как хотелось бы. Без полета, без огня, потому что боль давит. Вот. И вот вспомнить все... У меня такая есть песня, посланная мне. Вспомни все и снова память вытопчи, чтобы она в дому не завелась. В новом дому, да? В том доме души. То есть вот и сейчас то, чем я занимаюсь, почему через столько лет, с 92-го года, это 28 лет прошло, я вдруг стала вспоминать все, что происходит в общении Виссариона. Ну, просто наступила пора. Ведь я получила там такой удар, столько боли, столько предательства. Я все увидела. Я ведь увидела этого мошенника Виссариона, Редькина. Я все увидела, как они поступают. Но они сумели погрузить всех людей в определенный сон. Это гипноз. Люди, которые там ряжные, одевают веночки, пашут, как лошади, помирают. Это все понятно. А потом одевают какие-то белые одежды, играют в какой-то спектакль. Они тоже во сне, они пребывают во сне. Но пробуждение для таких людей будет, конечно, если оно в этой жизни случится, страшным. Вот оно будет, понимаете? И сейчас наступает такое время, когда идет пробуждение, и люди будут вспоминать все. Все, что у них было. Просто вспомнить все. Вспомнить свою боль. Иначе нельзя. Нужно открыть эту комнату, где скрылась боль, где нас обманывали, где разрушали наши надежды, где разрушали наши самые светлые романтические чувства, где мы были еще, как это сказать, светлыми, чистыми, прекрасными людьми. А потом нас либо переделали, либо кто не переделался, вот сумел эту комнату сделать и закрыть за стеной много-много боли. Вот и сейчас то, что необходимо, и для этого, я думаю, все будет со всех сторон идти, этот процесс будет прикладываться, все усилия и новое поколение. Поверьте, там племя молодое, незнакомое, там разные тоже люди, очень много хороших. Все это будет скрыто. Вот почему вот ко мне там пришел такой Вадим. В 89-м году я родила детское государство, программу. А он родился тоже в 89-м. Пришел и сказал Мария, ну он зреет для этого, я буду осуществлять вот тоже этот проект детское государство вместе с вами. Но я могу уже быть консультантом, потому что наше время уже как бы вот то время ушло, но возможно возврат, второе дыхание. Но для того, чтобы появилось второе дыхание, нужно набраться мужества, смелости, проснуться, посмотреть правде в глаза и открыть комнату со своей болью. И когда вы это сделаете и туда зайдете, вот то, чем я сейчас занимаюсь, знаете, и то, что мне помогают люди в этом, это вскрывать эту комнату, в которой живет моя страшная, невообразимая боль. И боль не только там за себя, нет, не столько за себя, хотя я же потеряла вообще невесаренно все, квартиру, карьеру, это такие земные планы, да. Я потеряла там самое главное, я потеряла свой проект, а это значит, я потеряла свой смысл жизни, свою часть души, свою энергию. Как я жила? Я шла на воле, там душа моя сгорела, дотла, и только воля мне говорила, иди, Мария, иди. И я шла на голой воле. Вот поэтому я вот сейчас сижу, на самом деле, кто умеет чувствовать, я излучаю только боль, от меня ничего невозможно получить. Поэтому и была написана такая песня, ты черная роза. Да, но, наверное, только вот пройдя через это, можно стать действительно воистину любовью, такой внутренней. Вот, и сейчас наступила пора, когда мы будем вспоминать. Мы будем все, наверное, я посылаю эту волну вам, чтобы вы начали вспоминать везде. Вот те, кто были в разных сектах, кто побывали в лапах у магов, экстрасенсов каких-то фальшивых. Ну, вы же поймите, что один цветок вырастает настоящий, а куча лжесорняков. Это всегда так было. И поэтому и настоящий тот цветок, например, если это какой-то целитель настоящий, он не будет себя вот так рекламировать или деньги на этом делать, вытаскивать. Вы знаете, что сейчас вот идущие к черту фильм сделан трехсерийный, на телевидении ребята делают молодые. Вот почему я опять вспомнила Виссариона. Потому что ко мне приезжало телевидение, РЕН-ТВ, РЕН-ТВ, ТВ, Известие. Очень хорошие ребята, молодые, замечательные парни, умные девочки, уже совсем другие, понимаете, которые хотят вот это все вскрыть это, дать возможность вспомнить все. И вот они поехали в общину Виссариона и там к этому городу солнца, чтобы пройти. Ну, первое, как бы там не пропускают. С них потребовали платить две с половиной тысячи в ход. Это туда, где типа живет, ближе к горе. Вот. А потом еще их побили. И кое-что ребятам удалось снять. То есть их побили, когда они стали задавать неудобные вопросы Виссариону. Сразу схватили эту камеру со стойкой. Значит, отобрали у них камеры, отобрали у них телефоны, побили. Они подали в суд. Вот. И, как это сказать, и пришлось вызвать полицию, чтобы вернули им все. Потому что не первый раз уже это происходит. Вот вам обитель рассвета. Какого же рассвета это, если это уже не рассвет, а закат. И нужно тем, кто меня вдруг слышит из общины Виссариона, проснуться и понять. Вы находитесь не в рассвете. Вы идете к закату, граждане. И закат этот заключен в том, и Вадим Редькин, вот вы знаете, использовал тут же ситуацию, и в Фейсбуке уже там написал, что счет личной карты и деньги собирает. Ну вот, плюнь, и везде деньги они собирают. Бестыжие, бессовестные. Вот. А Виссарион чистенький, типа в стороне стоит, а у него перчатки. Вадим там, кто там еще, я не знаю, Чеволков, первосвященник какой-то и так далее. Мои воспоминания, которые я сейчас вспоминаю, я ведь забыла всех. Я забыла имена, я забыла фамилии, я забыла все, я забыла ситуации, я забыла все, потому что я заперла все в той комнате и замуровала еще раз, потому что боль. Боль была несусветная. Я помню, что я пару месяцев сидела где-то там в ванной, где мне дали возможность посидеть, побыть. И выла, просто выла, плакала. А потом я это уже не выдержала, мое сознание. Все это осознавать было невозможно. Всю вот этот обман, весь этот ужас я не могла осознать. А вот, знаете, у меня каждый день, конечно, боль, потому что, когда я делала в 2002 году первый фестиваль детских и школьных телестудий страны СНР и Балтии, на этом фестивале у меня была такая хорошая моя подруга, знакомая, актриса Яра Печерникова. Она играла, и доживем, по-моему, до понедельника, учительницу и княжну, как же ее, господи, в этом, в Лермонтовском мэрии. И она играла в Магбет, в Леди Магбет. Ну, в общем, красавица, немыслимая, удивительная, прекрасная, чудная, утонченная, которая просто вот не смогла жить в этой такой среде, где одни сорняки. И вот она вчера, по-моему, или позавчера умерла. И я узнаю, что она умерла. Она жила в Клементьевском переулке. Я бывала у нее дома много. Упала. Но она не могла уже иначе. Она выпивала. Она упала и поломала себе ребра. Как жаль. Как больно. Девочка ушла такая. У нее сначала мужа убили. Актера прекрасного тоже. Она не смогла жить. Вот я рассказываю вам просто болевые ситуации. Я все время боль, боль, боль. Вот и тут я хотела найти такого Игоря Монеткина, который тоже приехал вообще на Виссариона и там все это начинал. И вдруг память Игоря Монеткина. Я не знаю, когда он умер и где, но этого нет. Но память и что Виссарион пережил Игоря Монеткина. Тоже боль. Одна боль. Тяжело жить в поле. Все безвременно ушедшие, не выдержавшие всего этого. Это больно. Вы знаете, сейчас на огородах смотришь все то же самое с растениями. Растения чернеют, листья чернеют, болеют. Природа болеет. Все взаимосвязано. Все. Когда у государства исчезают корни, люди, как веточки, как цветочки, тоже, понимаете, не могут долго жить. Распадается. Все. Все распадается. Вот поэтому я так ратую. Это вот я ищу мое объяснение. Я так ратую за то, чтобы основательный рыцарь своего народа Лукашенко любыми путями, любыми удержал бы Белоруссию. Я так ратую за то, чтобы Зеленский удержал бы. Я ратую, чтобы Россия сохранилась и объединились эти три государства. А все остальное, вот эти все около пена, да, она сойдет. Вот. И мы вспомним все. И у тех людей, кто действительно делал добрые дела, кто не был сырником, кто был полезным растением, конечно, если мы пересчитаем все потери, это неимоверная потеря. Неимоверная. Безвременно ушедшая. Не вовремя ушедшая. Сколько у меня просто за спиной, просто список, это мои боли. Боли мои с самого начала начались вот с 92-го года, как я со своим детским государством поехала в Сибирь. И сколько там таких, как я, болевых, Ольга Клемова там, да, вот тоже ужас какой-то, да, там вроде на моем сайте я написала ее карту, помогите ей. Она там вообще в тяжелом положении. Ну, я попрошу Ольгу Клемову написать тоже, там найти на этом ролике, написать, отряд своего имени написать свою карту, чтобы люди не думали, что может кто-нибудь приписал. Вот поэтому вот эта боль, она ведет к тому, что люди должны обернуться лицом друг к другу и помогать, помогать, вспоминать, вернуться к своим, вспомнить своих близких, вспомнить прошлую жизнь, как-то сказать, прошлую, это ту, которая до распада СССР. От нас очень многое зависит. Если мы вспомним все, мы откроем эти комнаты наших болей, мы трансформируем эту боль просто в что-то такое, да, может в воду, то появится у многих людей настоящее второе дыхание. И мы еще многое-многое можем изменить, потому что жить в стране, где все друг другу волки, невозможно. Хотя волки санитары леса. Понимаете, санитары. Но надо прийти к такому пониманию, что даже мы все сначала нужно выпустить боли, спасти самих себя. А для этого нужно вспомнить все. Вот реальности посмотреть в глаза и вспомнить все, как это было, во имя чего жили. Ведь все равно все умрут. Уров с собой ничего не возьмешь. Ну, вообще ничего. Стремление каким-то вот, как у Виссариона, к собственному личному обогащению, чтобы пожить, вот, да, просто прожить одну жизнь. Ну, да, это, конечно, понятно, все. Но дело в том, что все равно он же умрет. Хотя они там типа на горе не умирают, все умрут. Мы все умрем, понимаете? Тело умирает, а мы не бессмертно. Можно продлить там жизнь немножко дольше, может, до 150 ученые говорят. Смотря, как жить, если просто существовать, то зачем? Что такое жизнь полная, когда у тебя нет боли, как в юности, полет, но еще и уже нет, есть мудрость, нет вот этого беспечности, когда ты не задумываешься. ведь почему молодежь имея такой энергии, вот это замечательное все, особенно там нашего поколения, вела такой образ жизни. Все алкоголь, все, тогда наркотиков не было, все курили, все алкоголь, сейчас еще и наркотики, люди не думали о будущем. Вот, и если бы молодым людям с самого начала говорили о том, что такая, используя такую большую энергию, как там я имела три царствия, молодость мою, только зря я ее все ее растратил. Вот, и удача, и любовь, это все в юности бывает. Вот, и если к этому бережно относиться, правильно, то жизнь может быть другая. И наша задача, вот, я чувствую, это почему я, допустим, не могу уехать из России. Ну, я могла бы поехать в Белоруссию, даже в Украину, там, я не знаю, в Индию жить, я не уезжаю, потому что здесь, здесь моя боль, здесь вся моя боль, и здесь я с этой болью живу, болью. И вот, когда я сейчас, почему я редко выхожу, и мне трудно стрим сделать, потому что я живу в боли, и когда я сейчас, вот эта боль выйдет вся из меня, я не побоюсь выпустить это, и вам советую. И когда она выйдет вся, вот тогда появится второе дыхание. Это то, о чем я хотела с вами поговорить. Поэтому, я не знаю, когда я стрим сделаю, когда у меня вот здесь, вот это вот, да, пройдет эта гулкая, нескончаемая боль, а я уже приоткрыла дверь в ту комнату, где я прошла вот эти два страшных года в общении, жутких воспоминания с осознанием того, по мелочам, что было, а я слишком близко стояла к Виссариону и все видела, и к Речкину. Я все замечала, и моя душа все записывала. И вот осознавать эту вот меру, той какой-то мерзости, подлости, то, как хотели они потом уничтожить меня, то, как Виссарион методично и очень так точно уже выпирал меня и, собственно, изничтожал. Ну, не только же меня одно. Он просто, я считаю, что он такой маньяк, знаете, вот издеватель, он над людьми издевался, реально издевался, он не любил людей и не любит. Еще раскрою вам одну такую тайну по поводу того, как же вот, кто может стать учителем. Любой преступник, любой там, я не знаю, абсолютная может стать учителем. Тут вот на днях ко мне приезжал один товарищ, тоже вот, из него можно сделать Иисуса Христа. Ну, бородка, там, бакембарды, волосы длинные, поделать под Христа, знаете же сейчас, актерское мастерство. А второе, самое главное. Вот я просто столкнулась, столкнулась, почему, может быть, открылась моя комната боли, столкнулась с человеком, который, вот представьте, он приехал к нам в гости, да, три дня он у нас был в гостях, и вот он сидит, мы там с Александром что-то спрашиваем, разговариваем, он молчит, такой улыбается или кивает как-то так чуть-чуть головой. Можете представить, что это такое? То есть не надо ничего знать, можно просто сидеть, как истукан с острова Пасхи, многозначительно молчать, улыбаться, а люди додумают сами. То есть и каждому в общине Виссариона казалось, что Виссарион ему ответил. На самом деле человек к этому истукану обращался и сам отвечал, понимаете, а это сидел истукан. У меня одна знакомая, я приехала к ней в Подмосковье, где-то там или в другой области, не помню, она вообще сделала супер ово. Она очень предприимчивая. К ней тоже люди приезжают, как бы, вот она тоже такой своеобразный гуру, да, ну, живая, до припадку, но она более гаватливая. Вот, и она сдаёт деревья в аренду. Вот у неё дерево стоит 30 тысяч рублей. И люди такие наивные, такие, они платят эти деньги. Почему? Потому что она просто предложила, ну, это такое, истукана, вот дерево, ты за ним ухаживаешь, и ты с ним разговариваешь, и оно тебе, так скажем, так как дерево на её территории стоит, это естественно, потому что это её деревья, оно тебе будет отвечать, оно тебе будет всё, и, в общем, вот у тебя наступит выздоровление. И действительно так и случалось. Так вот, почему бы вместо Виссариона не выбрать себе какое-нибудь дерево, причём бесплатно, не надо платить аренду, и можно с этим разговаривать, и вы получите ответы. Только дерево, правда, не улыбается, а шелестит. Вы хотите улыбку? Ну, нарисуйте на дереву картинку улыбки, и будет оно улыбаться, если долго будете внимательно смотреть на картинку. Вы будете даже видеть, что то улыбка улыбается шире, то меньше, то загрустило, если что-то ещё деревце нарисовать с глазами и повесить картинку. Понимаете, что происходит? Вы должны понять. Наша энергия оживляет материю. Вот. А истукан, так называемый, или муртивенди, называется как вот виссарион сидящий, он-то сидит и молчит, но у него же варится своё, и вот в течение, допустим, трёх дней, когда здесь был этот человек, он сидел и молчал, кивал головой или не кивал, мы там ему перед ним распинаемся, пляшем вокруг него, а он сидит и молчит. А внутри у него зреет своё. Так и виссарион. Он абсолютно безграмотный человек, косноязычный, ещё раз буду говорить, много раз. и он научился говорить определённым тоном, мягким таким, ну, немножко гибнотическим, определённым вещам, начитался из разных учений всего. И в те моменты, когда он принимает людей, спектакль такой, он надевает хитон свой, ну, раньше он принимал по одному, сейчас не знаю как, хитон, вот передо мной он предстал в хитоне с босыми ногами. Ты заходишь, и он не молчит, понимаете? Он же не говорит первый, он не говорит там, здравствуйте, ребята, там, я пришёл к вам, понимаете? Он молчит. И когда он молчит, ты начинаешь говорить с ним. Ну, так человек устроен. Ты начинаешь разговаривать, он всё это впитывает, твоё пространство, твои энергии, твои мысли. Потом может тебе ответить твоими же мыслями. Ну, это и цыгане так действуют, и магия так работает. Отсюда они, и шмаги, маги работают. Ну, всё так работает. Вот. И он очень много молчал. Я же присутствовала при его посиделках. Сидит и молчит. А каждый, обращаясь к нему или проговаривая что-то, проговорил человек, уже получил ответ. Поэтому, когда люди много говорят, это хорошо. Мой отец сказал, ты не бойся этих людей, которые шумят, кричат, много говорят. Ты бойся тех людей, которые молчат. Вот они убийцы. Подумайте над этим всем, поразмышляйте. Это просто, я не только про Виссариона. У каждого ещё раз человека есть внутри боль. Не побойтесь, взломайте эту комнату, войдите в свою боль. Удачи вам. Пусть вы сможете вспомнить всё, что было, включая до мелочей. И пусть у каждого из нас появится второе дыхание жизни. Всё, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok